Всем привет! Вы на канале Стивен Геймс и сегодня я продолжаю играть в игру Marvel Битва Чемпионов и мы рассмотрим новое обновление. Да, недавно вышла новая обнова, я до сих пор не сделал на неё первый взгляд, что ли. Вышли новые события на Доктора Стрэнджа и, конечно же, с них мы и начнём, как и в предыдущий раз на Призрачного Гонщика. Заходим в бой, нажимаем обзор заданий и смотрим. Задание события — Собрание Верховного Мага. Проходить я буду на знатоке, потому что на новичке не так интересно, а на знатоке, возможно, даже что-нибудь и получится, потому что оно всё-таки будет длиться целый месяц и за этот месяц, возможно, кое-как да прокачаюсь. Кристаллов я сегодня, конечно же, открывать не буду, но всё-таки я уже их немножко накопил. У меня их уже 30 штук, поэтому открыть есть что. Верховная Жвица. Начинаем, конечно же, мы с неё, ну и посмотрим на мою команду. Команду, конечно, я собрать даже не знаю какую. У меня сейчас все персы на задании, и поэтому взять кого-нибудь очень сложно. Такого более-менее интересного. Например, четырёхзвёздочный персонаж у меня сейчас на задании Союза, а осталось ещё целая 51 минута. Поэтому будем брать тех, кто есть. Это Чёрный Гром, это Электро и это Гамора. Да, скорее всего, вот таким вот образом я и поступлю. Ну, рекомендуется 550, и я набрал аж на 1524. Наверное, всё-таки я заменю Грома на Росомаху. Да, Чёрный Гром пускаем. Так, и плюс, смотрите, у меня есть какой-то небольшой плюсик, бонус. Все чемпионы получают 5% показателю брони. Ну, это неплохо. Что ж, ну тогда будем таким образом играть. Так, принять. Хорошо, выбираем такую команду. Всего 1185, а рекомендуется 550. Ну, я думаю, мы выиграем. И довольно легко и просто. Потому что всё-таки это первая часть задания, и поэтому здесь сложности как таковой точно не будет. Смотрим. Поступает сообщение. Найденные порталы. Порталы позволяют призывателям телепортироваться, перемещаться по ячейкам на карте. Кстати, это тоже нововведения, как я понял, потому что о них было в обновлении сказано. Чародеи, колдуны, шаманы, чернокнижники. Класс мистики является одним из самых грозных и востребованных в битве чемпионов. Чуть на пропустить не нажал. Именно поэтому я создал новую магическую арену, где мои призыватели смогут помириться силами с такими противниками и показать Грессмейстеру, кто в этой игре настоящий мастер. Вперед, призыватель! Но помни, твой путь только кажется прямым. Только кажется прямым? Но хорошо, хорошо. Пусть будет так. Понятия не имею, чем он, но вот, как вы видите, здесь есть какой-то портал. И поэтому, наверное, я все-таки пойду прямо, чтобы проверить, что это вообще за портал-то такой. Плюс здесь выдают трехзвездочный ящик. Конечно, там мало что выпадет, но все же посмотреть на него стоит. Результаты заданий Союза. Хорошо. Так, кем поиграем? Ну, я думаю, что можно... Автобой? Да, появилась новая обнова. Автобой! Доступен режим автобоя. Нажми кнопку автобой, чтобы разрешить игре управлять твоим чемпионом во время сражения. А давайте попробуем. Ну, все-таки это новинка. Как разрешить? Это я как бы разрешил, да? Ну, давайте посмотрим, что это значит автобой. Как бы я сейчас делать ничего не буду и просто персонаж будет сражаться. Я буду смотреть на это. Блин, это шикарная игра. Ты в ней, по сути, ничего не делаешь, но при этом у тебя каждый раз происходит там что-нибудь новое. Это очень клево. И, возможно, даже ты побеждаешь. Реально, смотрите, они сражаются. Круто. Блин, это хорошее нововведение. Я не знаю, я буду просто лежать такой, ничего не делать такой. Эх, отлично. Круто. Сражайся за меня, каратель. Покори ее. Да давай наноси спецприем. Я уже хотел за тебя нажать. Ну ладно, так и быть. Отлично, мы победили. Это была очень и очень сложная победа, поэтому я даже не знаю. Блин, режим автобоя мне определенно нравится. Раньше его, по-моему, не было. Это тоже нововведение. Оно очень и очень крутое. Что ж, фаза размещения войны союзов и я не успел прочитать. Но ладно. Приходим дальше. Поступает сообщение. Блин, это что за кабан-то такой? Одна голова, одна ноги с руками. Ё-моё. Но ладно. Рад снова тебя видеть, призыватель. Я заметил, как ты входил в один из моих порталов и решил лично полюбопытствовать его... Полюбоваться его работой. Принцип действия прост. Если встать на соответствующую ячейку, портал перенесет тебя в другое место мира битвы. Можешь не беспокоиться, тебя не разорвет на отдельные молекулы. Правда, Модок? Какая разница? У нас миллионы морских свинок вроде этой. Ха-ха, не слушай вам. Модок не страдает избытком хороших манер. Действуй, призыватель. Сделай шаг в неизвестность. Хорошо, я сделаю шаг в неизвестность. Так, этот портал готов к переносу. Обзор. Получается, надо нажать телепорт и меня переместит в точку А. Классно! Это очень круто. Я не знаю даже, что это по сути значит, но как вы видите, мы только что переместились. Это тоже нововведение. По сути, это выглядит потрясно. Ну, раньше такого не было. Не беспокойся, призыватель. Я явился сюда не для того, чтобы драться. Мое тело и разум свободны от оков коллекционеров. От оков коллекционера. Блин. Оков. Оков. Сейчас он поглощен своим спором с Гроссмейсером. Коллекционер вызывает у меня лишь жалость. Существа вроде него почти не в силах отступить от своего грандиозного космического замысла. В каком-то смысле, они тоже пленники. А вот у тебя есть выбор. Тебе ждет роль поважнее, если согласишься принять участие в этой игре. Следуй за мной. Об этом нам сказал Доктор Стрэндж. Круто. Кстати, возможно, будут вопросы, ходил ли я на фильм Доктора Стрэнджа. На самом деле нет. На фильм я пока что не ходил. Не знаю, честно говоря, пойду ли я на него. Либо дождусь, пока выйдет режиссерская версия и посмотрю на халяву Сторонта. Не знаю даже. Посмотрим. Во время битвы чемпионы способностей получают классовый бонус. Отлично. Давай, сражайся за меня, Гамора. Последний раз. Последний раз я хочу посмотреть, как это будет все работать. Ну, пока, как вы видите, ночного змея, она неплохо так побеждает. Она сражается в некоторых даже ситуациях получше меня. Хотя нет, здесь бы я меньше здоровья потерял, потому что я все-таки люблю блокироваться. Она любит, наоборот, свайпать право и отходить. Ну, круто. В целом, это довольно интересно смотрится, но мне кажется, надолго как вас, так и меня не хватит, потому что все же хочется немножко посражаться, осмотреть на то, как дерутся два чемпиона. Это, конечно, весело, но не так интересно. Ладно. Давай, добивай его спецприемом 1. Я верю в тебя. Хотя она, видимо, хочет спецприем 2 накопить. Или нет? Что она хочет сделать? Я понятия не имею. Она то отходит, то нет. Ну, сделай ты уже что-нибудь. Осталось совсем чуть-чуть. У него, конечно, уклонение срабатывает. В этом-то большой минус. Да нажимай ты на спецприем, женщина. А, понятно. Я не могу ничего делать. Есть ясно теперь. Это, по сути, автобой на все 100%. Я не могу каким-нибудь образом повлиять на персонажа. Например, нажать на спецприем, либо что-нибудь в этом роде. Я просто думал, что можно управлять, и при этом будет еще какой-то автобой вестись. Нет. К сожалению, это не так. Но так было бы гораздо веселее. Но да ладно. В этот раз я уже отключу автобой. Посражаюсь сам. Выбираю, опять же, Гамору. Хоть ее и покалечили, я думаю, что мы в любом случае победим Железного Человека и продвинемся дальше. Да, на данный момент довольно легкие бои, поэтому вроде как проблем никаких опять же не должно быть. Пройдем очень быстро и дойдем до конца. Получим какую-нибудь награду. Все будет весело и круто. Кстати, в конфликте нельзя автобой запускать. Если, возможно, кто-нибудь спросит. В конфликте... Нет. В конфликте нужно просто сражаться. Я в конфликте наиграл довольно много в этот раз. И там, я вам скажу, нету никакого автобоя. Потому что такой клавиши даже там нет. Блин. Он нанес по мне неплохой урон. Но все равно я добью его. Спецприем 2. Победа. Нет, блин. Он восстанавливаться начал. Он при этом теряет здоровье, но еще и восстанавливается. Нехило. Вот это да. Все, добили его. Победа. Но это хорошо то, что мы его добили. Отлично. Победа. Я получаю 91 монету. 112 экспы. Круто. Успешное попадание 26. Получение ударов всего лишь 7. Я с этим смирюсь. Если у тебя иссякнет энергия в ходе задания, ты можешь попросить помощи у своего союза. Я иногда прошу помощи у своего союза, но откликается максимум 1-2 человека почему-то. Так, опять же, жмем на обзор. Мы можем переместиться дальше. Телепорт жмем. Забираем трехзвездочный ящик и переходим, наконец-таки, к боссу. Так, поступает сообщение. Нашим первым помощником станет особа, умеющая управлять энергией измерений земли. Один из самых могущественных манипуляторов реальностью. Коллекционер по-прежнему контролирует ее волю, и мне понадобится твоя помощь, чтобы справиться с ней. Мои чары разорвут ваш мир в клочья и утопят вас в океане бесконечных возможностей. Вы пожалеете о том, что встали на пути Алой Ведьмы. Ну, давайте посмотрим. Я не знаю даже. Возможно, получится одолеть с первого раза. Возможно, нет. Тут уже все зависит, по большей части, конечно же, от меня. Плюс нету персонажа, который мог бы какой-то баф прибавлять. Я не знаю, честно говоря. Но, блин, я надеюсь, что каратель справится. Давайте посмотрим на это. Даже экран загрузки поменяли. Ну, в целом, это тоже смотрится довольно интересно. Ну, как вы видите, да, она довольно большой урон наносит. Поэтому можно было бы, конечно, включить автобой. Но это все-таки босс, и навряд ли здесь автобой чем-то поможет. Все-таки бот, он играет приблизительно так же, как сейчас играет Алая Ведьма. Так, ушла отсюда. Блин, ну, как вы видите, я только наносить начал спецприемы, она сразу меня добивать. Но это несправедливо, по большей части. Не знаю, почему, но я получал люлей столько же, сколько я и наносил по ней. Поэтому выбираем следующего персонажа. Это у нас Электро. Почему бы и нет? Конечно, каратель не справился, а он был самым сильным в этом отряде. Если сейчас Электро не нанесет довольно крупный урон, то я, скорее всего, даже проиграю. Но мне бы не хотелось. Мне бы не хотелось. Так, отлично. Я думаю, что Электро я выиграю. Все же, блин, ну не настолько же это Алая Ведьма сильный персонаж. Она, как вы видите, сильная. И карателем я проиграл только по своей ошибке. То, что не вовремя блок поставил. И поэтому там так все получилось. Так, ну и дальше она еще сможет меня добить спецприемом. Но пока она лишается здоровья, пускай его лишается. Так, хотя нет, как вы видите, она решила передумать снижение энергии и победа. Великолепно. Все-таки Электро мы добили персонажа. Хотя карателем я тоже мог это сделать. Все-таки это была моя ошибка. 28 успешных попаданий против 7 полученных. Ну, это довольно неплохой результат. Ладно, давайте посмотрим. Что же я получу за прохождение данной части события? Так, завершено исследование на 25%. Золото, немножко этих жетонов и 100 осколков кристалла. Ну, 100 осколков это очень мало. Мне казалось, хотя бы 500 выдадут. Потому что хотелось бы как можно больше накопить самих кристаллов. А у меня сейчас их не так уж и много. Призыватель уровня 12 заблокирована. А почему заблокирована? Чтобы начать задание, необходимо выполнить все условия. А какие условия? А, накопить каких-то вот нужно кристаллов 10 тысяч. Понятно. Понятно. Но у меня, к сожалению, такого ничего нету. Так, давайте глянем сейчас на кристаллы. По-моему, там у меня тоже все довольно скудно. Ну, хотя я сказал, что накопил 30 штук. Но из таких кристаллов, которые довольно интересные, на мой взгляд, для меня, в первую очередь. Их у меня всего лишь, как вы видите, 3 штуки. А чтобы накопить усиленный кристалл героя, нужно еще немного постараться. Хотя бы еще один. Кристаллов арены у меня уже 6 штук. И я думаю, что в ближайшее время накоплю еще, уже даже не 6, а 7 у меня кристаллов. И мы откроем еще, устроим такой покопенинг, скажем так. Посмотрим, что получится сделать. Здесь у меня пока что недоступен кристалл. Я недавно купил. Нужно подождать 17 часов. Нет, ты зачем открылся? Так, ну и в целом пока что все. В общем, как-то так вот. Новое обновление, оно мне нравится. Например, по большей части оно мне нравится из автобоя. Автобой использовать, это довольно интересно. Не знаю почему, но когда тебе лень сражаться, у тебя довольно прокаченные чемпионы, он довольно сильно помогает. Так, можно, конечно, попытаться начало только подвешенного пройти. Либо давайте я дойду до босса. Я дойду до босса. Ну и посмотрим, что же там из себя этот босс представляет. Спасибо, что помогли мне обрести свободу, пока коллекционер контролировал мой мозг. Ощущение было не из приятных. Что ты задумал, Стивен? Стоп. Стивен? Что я задумал? Ну, как сказать, что я задумал? Я, честно говоря, сам не знаю, что я задумал. Но спасибо. Спасибо за то, что спросила меня. Лучше поговорить с доктором Стрэнджем. Скорее всего, это так его зовут, но в любом случае обращались ко мне. Сто процентов это обращение ко мне было. Заклинание вызова, если можно так сказать. Мне нужно вернуть пропавшего человека. Возможно, информация, которой он овладает, она овладает, поможет нам разгадать планы Таноса. Глаз Агамотто явил мне видение, выложенное драгоценными камнями пентаграммы, в вершинах которой стояли могущественные чародеи. Их объединенные усилия помогут завершить заклинание. Хорошо. И как было предначертано, мы окружены могущественными чародеями. Странное совпадение. От тебя ничего не скроешь, Ванда? В целом, это был весь разговор. Кстати, очень-очень странно. Вот он босс, как вы видите. Это босс. Это босс, да? И если вы посмотрите, то... Блин, как до него дойти? Тут нужно будет прыгать через кучу порталов. Поэтому, скорее всего, я вам это все демонстрировать не буду. Но это бессмысленно, по сути. Поэтому будем просто проходить и смотреть, как быстро я дойду до этого босса. Я, наверное, пойду вот по этой дорожке. Конечно, неплохо так покалечили моих персонажей. Но в целом, я, по-моему, как раз-таки дошел до босса. Нажимаем обзор, телепорт. И, как вы видите, перемещаемся туда, куда нам и нужно. Вот он этот босс. И давайте попробуем пройти ее. Я даже не знаю, кто это, но в целом... Нас следующий помощник когда-то сам был верховным магом в нашей реальности. Он черпает силу в переплетении энергии жизни и смерти. И тех, кто недооценил его могущество, ждет смерть или участь похуже смерти. Предупреждаю, призыватель, не смотри ему прямо в глаза. В них легко заблудиться. И кто знает, удастся ли тебе вновь прийти в себя. Блин, я даже не хочу с ним сражаться. Это как-то стрёмно. Но при этом она даже... Либо он... Доктор Вуду. Он даже ничего не сказал. Это немножко настораживает. Блин, у меня очень и очень много покоцанных так-то соперников. И поэтому я даже и не знаю, как у меня получится пройти этого доктора Вуду. Но я попробую сейчас выбрать Росомаху. Потом, если вдруг что-то пойдет не так, а я уверен, что что-то пойдет не так, то придется, конечно же, восстанавливать здоровье моим перцам. Но я в целом не против это сделать. Давайте посмотрим. Может еще и Росомаха справится? Все-таки это же Росомах. Не, он хилит. Вы посмотрите, как он дико хилится. Это жесть просто. Он... Он восстанавливает по 14 здоровья. Не с таким образом я его, конечно, одолеть у меня даже не получится. Ё-моё. Плюс он неплохой урон. Отравляет еще, к тому же. Блин, ну это просто жесть. Нажми на спецприем. Отлично. Хоть немного здоровья снял. Так. И я погиб. Я погиб из-за того, что лишался здоровья. Да этот Вуду, он просто офигителен. Я не знаю даже, что подобрать. Какие слова подобрать? Я, честно говоря, могу проиграть. Вот что я могу сказать только на данный момент. Блин, лечить. Я, конечно же, буду лечить. Так. Я не знаю. Может, лучше не карать или вылечить? А то я карателем не особо хорошо играю. Мне кажется, лучше я вылечу Электру. Электрой я как-то лучше поигрываю, что ли. И, возможно, она даже мне тут поможет. Плюс у карателя 119 атака. У нее 125. Не знаю, честно говоря. Электра. Вся надежда, конечно же, на тебя. Но при этом он восстанавливается. Он очень круто хилится. Ладно. С большой силой приходит большая ответственность. Это понятно и так. Ладно. Давайте смотреть, что у нас получится. Но я же здесь поставил на два удара блок. Потом же можно было контратаковать, насколько я полагаю. Хотя, может, это... Мне так казалось раньше. Ну, опять я на два блока. Хотя, ладно. Все, на два блока не буду больше ставить. И контратаковать тоже, по сути, не буду пытаться особо. Так, ставим блок. Отлично. Хорошо, что он использовал... А вот я и не думал. Я, честно говоря, не думал, что он использует после этого еще спецприем 1. И я опять же умираю из-за того, что терять начинаю здоровье. Блин. Это очень плохо. Это сложный бой. Очень сложный из-за того, что он хилится. Так бы, возможно, я и одной бы Электра одолел его. Так, 419 против 609. Плюс у меня есть еще и Гамора. Гамора. Гамора со 101 атакой. Не со 101, а со 103. Но давайте попробуем Гаморой. И потом уже добивать я буду карателем. Хотя бы буду немножко оценивать ситуацию. Более правильно. И Гамора, хоть у нее и отбавляется атака. Атака, но в целом она хороша. Блин, хватит восстанавливать хрен здоровья. Сколько можно? Посмотрите, какие удары он по мне наносит. Он просто дикий какой-то. Он блок поставил, да? Да, он на блоке сейчас. Ну, отлично. И когда я наношу спецприем, он решил меня атаковать. Естественно. Когда же еще это нужно делать? Блин. Напрягают меня эти персонажи. Жаль, что у меня не было моей суперсилы, которая сейчас торчала в союзе. Но да ладно. Так, каратель. Ну, что мне поделать? В любом случае, ты не выиграешь, если я тебе не подарю хотя бы одну хилку. Давай. Кушай. Кушай. И я надеюсь, что с такой-то силой, с таким-то количеством здоровья, он должен вытянуть просто этот бой. Я и так уже провозился в нем очень долго. Поэтому смотрим. Смотрим, что у меня получится сделать. Так. Отлично. Доктор Вуду. Тихо, спокойнее. Спокойнее. Только спокойствие. Блин. Наносит он по мне какой-никакой урон. Поэтому я буду стараться сейчас копить спецприем. Хотя, знаете-ка, сейчас смысла особого нету. Ну-ка. Ну же, давай. Ну, блин. Капец. На него действует же это. Лишение здоровья. Жесть. Каратель еле-еле его добил. И при том мне пришлось потратить последнюю хилку. Чтобы, конечно, победить его. Это просто жесть. Сложный персонаж. Ничего не скажешь. Очень круто хилится. Поэтому. Да. Как-то так. Завершено. Конечно же, завершено. 31% исследования. Получил два кристальчика. 350 осколков. Это неплохо. 10 жетонов. Тоже не так уж и мало. Ну, вроде как. Ну, 10 жетонов. Конечно, мне надо сейчас 135. Ну, да ладно. У меня уже есть 125. Я думаю, что дальше буду проходить. И каким-нибудь образом накоплю их. Ну, и на этом пока что все. Тогда мы продолжим уже в следующей серии. Возможно, будем открывать кристаллы. Возможно, дальше будем проходить. Проходить задание события. В целом, пишите в комментариях, что вы хотите больше видеть. На прохождении Marvel Битвы Чемпионов. И поэтому, что ж. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.